Идея курортного сбора с первых дней вызывала много дискуссий. Многие ательеры переживали, что это может негативно отразиться на туристическом потоке курорта. Но на практике оказалось, что отдыхающие на курортный сбор реагируют вполне положительно. На протяжении четырех дней работы никаких нареканий к работе не было. Нашим гостям подробно все объясняем. Есть определенные льготные категории лиц, их порядка 19. Сотрудники службы приема и размещения все осведомлены об этом. И идет уже работа в текущем режиме. Сотрудники средств размещения с пониманием относятся к тому, что не все гости, прибывающие в отель, знают, как правильно платить налог на отдых. Как оформить курортный сбор? Сейчас в нашем городе взывается курортный сбор с каждого человека взрослого с 18 лет. Вы вносите оплату за каждые сутки за весь период проживания. Для гостей процедура оформления курортного сбора занимает не более пяти минут. Каждый гость при заселении заполняет анкету, в которой дает согласие на обработку персональных данных и оплачивает нужную сумму одновременно с оплатой за проживание в отеле. Всю подробную информацию многие отельеры размещают и в социальных сетях. Трудностей у нас не возникает, вопросов у гостей тоже не возникает. Так как все отельеры были заранее информированы о курортном сборе, и мы старались через все социальные сети предупредить следствия потенциальных гостей и гостей, которые уже бронировали до ввода этого закона. В целом в летний сезон на прием гостей курорта работают более 1700 объектов размещения. Однако еще не все предприниматели успели зарегистрироваться в реестре операторов курортного сбора. Чтобы избежать административных штрафов, им нужно поторопиться. Я призываю всех, кто еще не успел внестись в реестр, максимально активизироваться. Подготовка заявки физически занимает не более 20-30 минут. При этом вы выполните требования федерального законодательства, краевого законодательства и будете работать в правовом поле без административных правонарушений и соответствующих мер вашей стороны. Каждого обратившегося в администрацию города предпринимателя проконсультируют и помогут грамотно оформить всю необходимую документацию. Все средства курортного сбора будут перечисляться на счет Фонда развития курортной инфраструктуры Краснодарского края и будут возвращаться в муниципальное образование уже из краевого бюджета. Сочи планирует собрать примерно 37 миллионов рублей. Это снизит нагрузку на бюджет города, который рассчитывается исключительно на его жителей. Эта сумма будет направлена на развитие курортной и рекреационной инфраструктуры для дальнейшей привлекательности и конкурентоспособности курорта.